привет зритель возвращение красных ноготочков но не совсем красных короче крашеных это будут пустые баночки февраля сейчас как раз последний день февраля и меня из всего что тут закончилось практически все закончилось ну там одной зубной пасты хватит еще может на вечернюю зуба почистку и у меня тут еще пол пакета баночек еды когда-нибудь я их тоже обозрю начнем пожалуй ссылку в инфобоксе на их сайте оставлю честно-честно короче это про биодермы крем для рук пробиотический номер 14 50 миллилитров отдельный обзор на крем про биодермы для рук и все остальное про биодермы от бак здрав есть как бы флористе бак здрав я ссылку оставлю в самом видео маленькая точечка и буква и классный крем хорошо впитывается хорошо увлажняет правда если у вас супер сухая кожа рук вы долго мыли руками без всяких перчаток посуду ну допустим знаете бывает накопится посуда просто овер дофига 2000 и так далее просто очень много и долго и так в течение сорока примерно часа мышь руки потом уже никакие такие и хотят чтобы их увлажнили а потом куда-нибудь ускакиваешь на какой-нибудь холод потому что ну вдруг так внезапно так получилось а и руки потом в этих местах покрываются иногда даже кровешкой и такой сушеной конкретной кожей вот тогда уже этот крем не поможет а так вот очень классный крем хороший крем отлично впитывается быстро заживляется кем маленькие ранки т.д. и т.п. 330 рублей за 50 миллилитров экономичных хватило на месяц хвостиком это мне было когда-то как-то в январе в начале этого года вообще год отлично начался в некоторых местах но маленькие такие негативные моменты это уже так как бы оттеняющие отличными моментами места скажем так написал менеджер компании бак здрав предложил сотрудничество и вот помимо закваса который у меня еще есть я ими все еще пользуюсь а некоторые еще даже не затестировал полноценно потому что как-то они все лежат и я делаю все только кисломолочные запитки для творога руки не дошли короче отличный крем для рук если вы за натуральную косметику то я вам советую ну и ссылка еще опять же скажу оставлю в инфобоксе и потом мне еще одна пустая баночка от бак здрав бот другая баночка еще не пустая и она у меня была в ролике моего ухода на март и он уже на канале как бы если интересно гляньте там по-моему отдельный плейлист у меня по уходу одна баночка еще есть на ванной в общем очень классный крем 98 процентов натуральных компонентов и два процента всего лишь это вот такие вот такие типа консерванта там органическая композиция и консервантом экосепты так что если вы вдруг веган и думаете можно ли вам это это вам можно ну конечно если вы не считаете что кусочки стеночки и бактерий это живые организмы и тогда вам не подойдет но в таком случае бактерии вы как бы едите же бактерии внутри вас уже есть бактерии так что веганы вам можно эту косметику отлично пять с плюсом спасибо бог здрав за возможность это за тестировать на себе попробовать и так далее вот кстати рука потянулась к второму пробиодерм тоже бак здрав клемм для ног пробиотический номер 15 кстати то и другое для всех типов кожи для всех возрастов и отличный крем точно также отлично быстро впитывается конечно если вас супер шершавая кожа на пятках и вы забываете поскрабировать их то холодно и жарко вам от этого не будет но он дезодорирует ножки там куча всего перечислено если вам опять же интересно про этот крем узнать вы конечно можете пойти по ссылке которая в инфобоксе на сайте зайти в раздел я даже могу сделаю отдельные две ссылки один на крем на рук другой для крем для ног и почитать что оно там может а можете посмотреть если вы информацию лучше воспринимаете когда ее видите и слышите и читать вам при этом не надо посмотреть мой ролик из плейлиста баг здрав этой косметики которая тогда тестировала аж 10 дней прежде чем обозреть отлично крем для ног тоже вот хватило на месяц с хвостиком но к сожалению закончился и он тоже стоил 330 рублей за 50 миллилитров но мне то он достался бесплатно на обзор же но я считаю что это нормальная цена в принципе за такой крем и тут тоже 98 процентов натуральных компонентов и так же концепт как консервантик такой небольшой выступает в самом конце эфирные масла ну как бы ароматизирующие очень классная вещь мне понравился может быть когда мне закончатся все крема для ног и прочее чем можно пользоваться эти всякие масла косметические и не очень я тоже себе там закажу уже этот кремик повторно уже чисто за свой счет такс сколько у меня тут накопилось этих пустых баночек еды на их немножко отложить то как то я может быть сегодня нет ну короче обозрю это как-нибудь одну баночку сюда положила но она еще не совсем закончилась правда это и не еда и не косметика но тоже такая вещь вот у меня почти закончилось ну на полтора может раз осталось это подарок от подписчицы лёли из тюмени это фаберлик нуки я ее на каком-то обзоре уходовой косметики обозвала нику сейчас я тоже хотела обозвать нику но я прочитала специально нуки правда как бы вижу что написано нуки тут 75 миллилитров номер у нее 2209 если кому-то интересно это 6 месяцев после вскрытия это у нас с черничкой вечерняя или ночная какая она тут до зубная паста ночная ночная зубная паста но я и утром пользовала вечером подзывала я как-то не догоняю прикола ночная или дневная зубы у меня по большей части молочные 26 из них уже шесть не молочных а постоянных но в принципе она им понравилась правда новые зубы от нее не выросли к сожалению или к счастью ну и она такая вот под цвет тюбичка в принципе похоже кстати на по вкусу на такие зубная паста детские там для детей вот дракончиком бывает зубная паста новый жемчуг что ли ну прикольно хорошая зубная паста спасибо летки за такую пасту за подарок с удовольствием ее допустим так у меня тут какие-то же мелочи остались ну в общем как бы у меня не очень много пустых баночек я думала что их вообще не будет но у меня закончилась одна вещь а потом вдруг одно другое третья двадцать третья на самом деле по моему их только шесть тут этих пустых баночек я тут собираю пустые баночки еды обратно в пакетик постараюсь обозреть их в ближайшее время я знаю что некоторым это нравится и кто-то мне даже в комментах писал что даже на стенке сообщества ютубного что очень нравились и никогда их обозревала я обозрю честно у меня закончился блеск или бальзам или помада хрен знает от клиник для губ и щек насколько я помню вот оно все уже вот так выдавилось я их еще немножко пользовала и на последних своих предпоследнем роликах где вот воня видно предпредпоследнем в общем наверное еще на уходовой косметике возможно я им еще пользовалась сейчас на мне уже эвановская помада она по цвету примерно похожа это я ее когда-то получила в подарок за заказ когда еще эвен занималась у нее внезапно закончился срок годности но она не воняет тут бывает иногда помада так вот конкретно воняет оно нормально и она стала мягче ложится оно мне так нравится теперь буду ее заюзывать до конца короче чей-то подарок от подписчицы точно помню что от какой-то девочки но от какой честно не помню если вдруг ты меня смотришь дай знать в комменты лёля ты беспамятная такая прям вот это я тебе дарила я скажу извинны дорогая спасибо за подарок короче очень классная вещь клиник я ее использовала как губную помаду она увлажняла хорошо ложилась с одной стороны такой нейтральный незаметный цвет с другой стороны видно ну как бы что-то помадка может хоть что это блеск какой-нибудь тут кстати на жопке у нее номер а 56 я только сейчас заметила вообще что-то уткнулась она вот выдвигалась я ее сейчас задвину обратно вы ничего не увидите она задвигалась удобный такой выглядела как карандашик очень классная вещь спасибо большое за подарок мне нравилось ей пользоваться ну вот она уже закончилась у меня закончилось два лака не то чтобы закончилось он высох в каком-то ролике возможно асмр у меня там был один красный ноготь я уж не помню что я там такое асмрила совсем недавно в общем а эти ниточки распутывала он высох он никак вот это не шевелится никуда красный лак от кого это сделано внезапно во Франции а да мне казалось что это Арифлэм это Арифлэм и есть короче это подарок от Ленки Снегиревой которая все мои подарки не обозревала особенно тот который на день рождения до того после того момента как мы с ней по инициативе перестали общаться короче вот этот лак все еще от Ленки у меня на руках другой лак тоже от Ленки еще следующий лак из пустых баночек вот тоже от Ленки у меня что-то она дофига таких лаков дарила примерно одной ну такой темно-малиновый красный я вообще люблю как бы светлые от она розовые и так далее ну как бы вот дареному коню в зубы не бьет к сожалению или к счастью не знаю в общем спасибо тебе Ленка за подарок я знаю что ты меня смотришь мониторишь пишешь мне фейховыми комментами вплоть до сегодняшнего дня даже я периодически эти комменты стираю если не совсем агрессивные баню твои фейховые аккаунты но ты ведь не не закончишь на этом ты все равно будешь продолжать меня мониторить да и вконтакте тебя тоже сегодня забанила обе твои вконтактовые страницы Елены Снегиревой короче говоря я не помню как он мне нравился или нет но по-моему его в один слой нанесешь он такой полупрозрачный красный был а если в два слоя то уже как бы не сильно прозрачно красный ну в принципе неплохой лак у меня все лаки обычно на ногтях держатся в среднем полчаса максимум два часа иногда вот так где-то сутки двое-полтора-три очень редко я даже не помню какие но вот такие вот начинают сползать уже сами даже знаете вот не обязательно мыть руками что-то не обязательно вообще трогать эти ногти они раз и кончики ногтей стали сползло само я думала это я такой мутант оказывается это не мутантство это генетическая такая предрасположенность у меня есть близкий родственник у которой точно так же с ногтями я то думала что это такое оказывается мы с тобой родственники ну как бы родственники и есть наверное это так кстати у него оказывается срок годности закончился аж в марте 19 года но я весной прошлого года у меня как-то ногти очень ломались я их удобряла всякими фруктовыми пурешками внутрь всякими маслами на них воском самопальным а потом внезапно я побывала в Абхазии а там море я когда ехала в Абхазию я вообще забыла что там море а потом меня так параноило думаю блин руки в воде в море долго побыли в морской в этой воде наверно будет трындец совсем забыла что руки жена держать иногда в соли в соляном растворе и вот это море оно так повлияло на эти ногти что они снова стали расти как после того как я заболела ветрянкой впервые в жизни где-то лет 26 и у меня эти ногти до ветрянки нифига не росли и вымахали за сутки на полтора сантиметра короче вот я снова что-то стала пользоваться лаками внезапно иногда перед перед записью роликов намазывать их эти ноготочки и поэтому у меня лаки просто долго лежали без дела а тут я достаю один значит почти уже умер но я им пользовалась видимо где-то он на две трети использованный я заметила сейчас что-то так быстро говорю у меня такое хорошее настроение если вдруг я очень быстро говорю я иногда бывает быстро говорю знаете есть люди которые еще быстрее говорят вы можете ставить на более медленное воспроизведение а вот этот лак вот у меня похожий есть он сейчас вот в тюбике вот он сейчас на ногтях у него вот эта фигня на крышечке стерлась полностью это у нас стеллари или стеллари хрен знает 8 миллилитров он тупо не открывается он еще полгода назад я его не открывала еще год назад полтора года назад он так же хреново открывался через раз последний раз я его открывала плоскогубцами в этот раз плоскогубцы не помогли он полностью высох я его переворачивала в ожидании что там вот ну как бы он истрянчат был на одну четвертую и я думала что я переверну ну знаю если он стечет то я тогда возьму плоскогубцы и еще сильнее надавлю и отверну но он не стек я поняла что он высох и плоскогубцы уже можно даже не трогать больше никогда ни зачем ради этого лака хотя может быть даже на одну треть он использованный и он с блесками я так терпеть не могу лаки с блесками кто б знал вообще терпеть не могу знаете вот кстати тоже Ленка дарила и тот и другой который на ногтях который тут срок годности у него до декабря 19-го года был у того наверное не знаю я не смотрела на этот срок годности мне кажется вообще лак это не еда его можно вот раньше были такие советские лаки может не совсем советские в моем детстве я иногда красила ногти маленькие свои такие маман были эти лаки там были такие парочка металлических шариков я помню эти лаки потом вымывала мне так нравились эти металлические шарики короче металлические шарики были в лаке потрясешь лак с этими шариками он так это как-то разболтается и снова можно красить или добавишь этой жидкости для снятия лака потрясешь опять же с этими шариками он пожижает и снова можно красить здесь такого уже нет, я вообще не знаю есть ли ещё лаки с шариками, которые потрясёшь, и будут вам счастье короче я вот помню, что человеку очень не нравился велись эти лаки с теллари лично мне она их всё время обгадивала, ну как бы, бери боже, что нам не гоже, да и вот, как бы человек в курсе был что не любила лаки с блёстками да и яркие тоже, ну, опять же, дарённому коню зубы не смотрят, спасибо тебе, Ленка за подарок, я им практически не пользовалась, потому что он высох нахрен но ты же не виновата, я же не ты его делала так что вот тут у меня три декора в этот раз внезапно случилось и три уходовых вещи всем спасибо за просмотр, особенно если досмотрели до конца и вас не бомбило от того, что я вспоминаю свою бывшую знакомую всем хорошего настроения вот так же, лыбьтесь, как я, если у вас совсем нет настроения, подошли к зеркалу и силой саму к себя заставили улыбнуться должно помочь всем пока